Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим обращение, опубликованное в официальном телеграм-канале потребительского кооператива Bestway. Итак, 17 июня в официальном телеграм-канале ПК Bestway было опубликовано следующее обращение. Уважаемые пайщики потребительского кооператива Bestway, мы продолжаем работу по защите интересов нашей организации, судах, переписке со следственными и правоохранительными органами. Председатель Совета Кооператива Сергей Иванович Крючек уже говорил о том, что суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия арестовал не только счета нашей организации, но и все квартиры, которые когда-либо находились в собственности Bestway. При этом суд, очевидно, принимал решение, не вдаваясь ни в какие детали и не прогнозируя последствий. Если сравнивать данное сообщение с тем, что озвучил Сергей Иванович Крючек в своем обращении, здесь впервые звучит слово «все», потому что в обращении Сергея Крючека, по-моему, слово «все» не звучало. То есть из его обращения складывалось впечатление, что, может быть, некоторые квартиры арестованы. Но, как мы видим, именно в официальном обращении в телеграм-канале Bestway русским языком и открытым текстом говорится, что все квартиры, которые когда-либо находились в собственности Bestway. Как мы понимаем, это большая разница, там некоторые квартиры, многие квартиры или все квартиры, да? Так что это показывает, что ситуация даже более серьезная, чем ожидалось. Хорошо, продолжим читать. По всем фактам арестов имущества кооператива и признания его вещественными доказательствами, нами подано больше 10 жалов в суды Санкт-Петербурга. При этом у руководства кооператива существуют объективные сложности в получении полноценных ответов о сути проводимых полиции действий. Ходатайства и жалобы Крючека не рассматриваются должным образом, нарушаются установленные законом сроки их рассмотрения. Ну, как я и обсуждал в предыдущем видео, конечно, юристы и сам Сергей Крючек делают со своей стороны необходимую юридическую работу, пишут заявление, ходатайство, но, как мы видим, в принципе, пока это должного результата не приносит. Да, как здесь звучит, что ходатайства и жалобы не рассматриваются должным образом. Несмотря на это, руководство кооператива на заседании совета приняло решение продолжать юридическую работу в полном объеме и усилить работу с активом пайщиков, которые стремятся защищать свои интересы, в том числе самостоятельно. Им будет оказана всесторонняя юридическая поддержка, которая позволит не тратить средства на платные консультации сторонних юристов. Идем дальше. Ранее, во исполнении решений руководства кооператива, юристами кооператива уже были подготовлены шаблоны ходатайств в МВД с инструкциями по их заполнению. Решением же совета от 9 июня одобрены варианты образцов исковых заявлений об освобождении квартир пайщиков из-под ареста. Мы их опубликуем в следующих постах. Вопросы по работе с этими документами по-прежнему можно направлять на электронную почту кооператива. Электронная почта указана здесь. Мы никого не принуждаем участвовать в этой юридической работе, но можем поддержать каждого пайщика, столкнувшегося с незаконными и необоснованными действиями и решениями, а также банальными отписками. И к данному обращению прилагаются файлы. Это первый типовой иск под названием Иск собственника квартиры об освобождении от ареста образец инструкции подготовлен для пайщиков, квартиры которых уже оформлены в их собственность. И второй Иск о признании права собственности освобождения от ареста образец для тех, чьи квартиры на момент принятия постановления об аресте находили собственности кооператива, однако были полностью оплачены пайщиком. Отдельно отметим, что сам факт ареста такого огромного количества объектов недвижимости является нонсенсом в российской юридической практике. Эти аресты никак не соотносятся с официально декларируемым ущербом. По последним поступавшим от следствия данным, отраженным в том числе в судебных постановлениях, ущерб по уголовному делу не превышает 10 миллионов рублей, при том, что на счетах заблокированы миллиарды, и в миллиардах же измеряется стоимость арестованных судом квартир. В прошлом видео я разбирал обращение Сергея Крючика, там звучала фраза «3,7 миллиарда рублей арестованы на счетах кооператива». И в данном тексте мы видим, и в миллиардах же измеряется стоимость арестованных квартир. Логика следствия в данном случае нам не ясна. У следствия нет законных шансов удержать эти аресты в длительной перспективе. Каждый арест будет обжалован и кооперативом, и пайщиками в судах. И каждое спорное судебное решение будет обжаловаться вышестоящей инстанции. Ну, то есть получается, что руководство кооператива уверено, что с помощью юридических методов удастся отстоять и защитить права пайщиков и добиться снятия арестов. Кооператив, как и прежде, будет предлагать заинтересованным пайщикам подавать ходатайство о снятии арестов по разрабатываемым юристами образцам и направлять их в адрес следственных органов. А также разрабатывать и доводить до пайщиков образцы исковых заявлений об освобождении квартир от арестов. А сейчас давайте просуммируем ту информацию, которая была озвучена Сергеем Крючиком в своем обращении, и то, что мы узнали из данного сообщения, опубликованного в телеграм-канале Bestway. Итак, мы узнали, что суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия арестовал не только счета нашей организации, но все квартиры, которые когда-либо находили собственности Bestway. Также следствие удерживает всю документацию, все технические средства и денежные средства в виде обеспечительных мер. На счетах кооператива заблокировано 3,7 миллиарда рублей. Аудиторская компания ФБК проводит анализ деятельности кооператива и в ее отчете будет отражен факт о достаточной финансовой устойчивости предприятия исполнить все обязательства перед пайщиками и контрагентами. На сегодняшний день, по данным нашего учета, порядка 550 пайщиков изъявили желание выйти из ПК. И, наконец, поступило более тысячи заявлений от пайщиков в форме защиты прав и законных интересов и противодействия следствия в виде невозврата документов. Прилагаются образцы исковых заявлений. Например, здесь указано суд такой-то, адрес такой-то истец, фамилии, имущество и дата рождения. Ответчиком является Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Здесь потребительский кооператив Bestway. Исковое заявление о признании права собственности об освобождении имущества от ареста. Ну и так далее. Инструкция по заполнению также прилагается. Вот такая информация на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.